Здравствуйте, уважаемые зрители канала Иванова Наука! Не утихают вопросы о том, как и чем лучше обработать сад осенью. В осенний период нам, конечно, надо обработать сад для того, чтобы исключить развитие на опаде листовом, на ветках, сохранение и последующее развитие всевозможных болезней и вредителей. Очень многие вредители зимуют на поверхности коры, забиваются в какие-то щелочки, поэтому нам необходимо проводить искореняющие обработки. Помните, вот я сейчас скажу, чем не надо обрабатывать сад в осенний период. Не стоит обрабатывать сад в осенний период такими препаратами, как хорус, райок, ну вот подобного рода синтетическими средствами борьбы с болезнями растений. Почему? Потому что они являются системными, для того, чтобы им хорошо отработать, им необходимо всасаться в лист, а какое всасывание в лист, когда уже осень осенняя, когда этот лист уже отваливается, уже сокодвижение из листа по растению уже не идёт, уже всё, уже там опробковение идёт вот этого места, где лист крепится к веточке, и листочек постепенно отваливается. Уже листопад, значит, всё, берёзы сыпятся, уже много что сыпется, всё, уже никаких системных препаратов быть не может. Аналогично касается и системных препаратов типа окторы, да, хотя это мощный препарат для защиты от вредителей, но не в осенний, а в весенний период. В осенний период использования этого препарата является, ну, глупым и совершенно нерациональным. Поэтому делаем искоренение с помощью таких, ну, жёстких растворов неспецифического влияния на болезни и вредители. Ну, наипервейшие это, конечно, мочевина плюс купороса, или железный, или медный. 700 грамм мочевины плюс 300 грамм медного купороса или 500 грамм железного купороса. Можете взять 150 грамм железного купороса, 150 грамм медного купороса, перемешать их, добавить 700 грамм мочевины, это всё на 10 литров воды, и обойти свой сад. Вот чем не стоит, так уже вот прям не стоит отдавать предпочтение, не стоит отдавать предпочтение бордосской жидкости. Почему? Потому что бордосская жидкость предназначена для нанесения на лист. У неё минимизируются обжигающие действия на растения. Поэтому нам надо в осенний период обжечь, всё надо как следует обжечь. И обжечь точно так же надо и остатки всяких зимующих болезней, и залегающие на зиму вредители. Нам их надо остро обжечь. Бордоская же жидкость, она является медленно воспровождающей медь, является благоприятной для растений с небольшим, хоть и присутствующим физиотоксическим эффектом. По этой причине бордосская жидкость не является благоприятной для проведения искореняющей обработки. Конечно, если выбирать между ничем не обрабатывать и бордосской обработать, то, конечно, бордосской обработать лучше, чем ничем. Но если выбирать между живым, так сказать, купоросом и бордосской жидкостью, то предпочтение надо отдать живому купоросу. Если у вас ничего этого под руками нету, то можно использовать хлорочку, нормальную хлорочку. Используйте таблеточку на литр воды, хлорную таблетку. Я про них рассказывал неоднократно на канале. Или используйте один-два литра белизны, но можно два. У нас сейчас все крепенько. Надо сделать два литра белизны на 10 литров воды, и обойдите весь-весь-весь плодовый ягодный сад. Будет очень хорошо. Следующий способ обработать сад – это, конечно, взять какую-нибудь щелочную основу. И лучше всего среди разных щелочных основ, как зольный раствор, например, или содовые растворы, все-таки лучше отдать предпочтение жидкому стеклу. Натриевое жидкое стекло хоть и содержит натрий, но его количество там ничтожно. С точки зрения нанесения количества на растения последующего смывания в почву. Поэтому, если у вас не содовые почвы, какие-то там натрий богатые, засоленные почвы, там, конечно, натрий надо полностью исключить. Но в большинстве случаев в нашей зоне эти количества натрия являются уничтожными. И вы просто берете стакан, полстакана, стакан, ну, даже лучше взять стакан. Хотя полстакана тоже сработают, но если у вас тяжелая фитосанитарная обстановка в саду, то можно взять целый стакан жидкого натриевого стекла на 10 литров воды и тоже, как следует, обойти ваши деревья и кустарники. Ну, как видите, возможности для проведения искореняющих обработок достаточно большие. Тем более, что то же самое жидкое натриевое стекло покроет стволики и веточки небольшим количеством силиката, который является очень благоприятным также, и для перезимовки, особенно молодых саженцев, особенно таких теплолюбивых растений, как персик или абрикос, ну и других растений тоже. Такими же растворами замечательно обработать розы перед укрытием на зиму, что предотвратит их повреждения при выпривании и при каком-то хранении, сохранении во влажных, темных, таких очень благоприятных для развития разных болезней условиях. Что ж, главное, не используйте синтетические фунгициды, не используйте синтетические инсектициды для осенней обработки растений, а используйте вот такие вот обжигающие, неблагоприятные для болезней вредителей растворы. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok